всем привет в эфире дети большого толка программа с яркими сюжетами и интересными фактами и путешествия весь мир от барнаула алтайского края и до просторов космоса кальций в наших костях и железа в нашей крови появились от древнего взрыва огромных звезд значит все мы состоим из звездной пыли ведь изначально во вселенной существовали только водород и гелий из них получались звезды которые в конце своей жизни взрывать звезды умеют петь да те самые что в космосе некоторые звезды излучают звуковые волны на частотах которые могут быть записаны и прослушаны на земле это создает музыкальный звук который называется звездное пение вода гасит огонь и сама по себе просто пар препятствует подачи кислорода а без кислорода горение невозможно поэтому лучше всего косить огонь кипятком знаете кто из животных видит практически на 360 градусов это корова у них круговой обзор коров вообще удивительные животные они умеют плакать запоминают лица людей а еще их молоко способно обезвредить яды в организме учеными было давно замечено что коровы дают гораздо больше молока когда им включают классическую музыку а еще увеличить надои помогает массаж поэтому в коровниках устанавливают вращающиеся щетки мы привыкли к мысли что верблюд может долго не пить но на самом деле он не рекордсмен нашей планеты жирафы могут обходиться без воды дольше чем верблюд несколько недель сердце жирафа бьется в два раза быстрее чем у других животных все для того чтобы сильнее качать кровь и она могла добраться по длинной шее до мозга во сколько вы ложитесь спать все мы знаем что отдых очень нужен и спать надо не менее 7 8 часов в сутки но знаете ли вы что время в которое вы ложитесь играют огромную роль 9 до 11 вечера происходит наиболее полный отдых ума и нервной системы а если вы ложитесь позже то хуже отдохнете ночью люди ведут себя немного иначе чем днем мозг человека начинает работать особым образом этот начинает более честно отвечать на вопросы и соглашаться собеседником казалось бы глаза это орган зрения они нам нужны чтобы видеть уши чтобы слышать но что если все не так просто и наша кожа тоже слышит и даже думает почему потому что она немножечко мозг давайте побываем внутри кожи кожа кожа это самый большой орган человеческого тела ее площадь почти два квадратных метра и именно через кожу происходит наша связь с внешним миром она словно наша антенна она может передавать и принимать сигналы от внешнего мира когда мы кожи чувствуем холодная или горячая ток или боль то машинально отдергиваем руку так четко и быстро доходит сигналы в наш спиной мозг кожи мы думаем даже быстрее чем мозгом самый верхний слой кожи называется эпидермис его девиз жить чтобы умирать он похож на крышу здания такую прозрачную черепицу это и есть чешуйки кожи на самом деле это наш щит в первую очередь кожа это защитный барьер для организма как кирпичная стена вы слышали выражение чешуйки кожи все так мы покрыты чешуей а она сверху еще и кислотой все для того чтобы не пропустить врагов например любимый нами кислород это не только необходимый для жизни газ но и сильный токсин он разъедает поверхности и как же на это реагирует кожа регенерации она просто постоянно отращивает новые клетки каждые три-четыре недели в ответ на агрессию газа кислорода а еще кожа нужна чтобы не пропускать вредные микроорганизмы и тем не менее лишь только каждая четвертая клетка на теле нашего организма человеческая остальные 75 процентов всех клеток это гости населяющие внутренние и внешние поверхности нашего тела наша кожа похожа на пешеходную улицу здесь гуляют торгуются ругаются конкурирующие кланы вирусов и грибков тысяч бактерий это микробиом микробиом продуцирует защитное оружие против вредных пришельцев так формируется наш иммунитет представим что в нашей коже есть чип он сканирует все вокруг как штрих-коды в магазине и мы одним прикосновением считываем информацию о предмете круто да а ведь такой сканер у нас есть мы отличаем поверхности пластик от дерева металл от стекла бумагу от картона мы даже понимаем качественная ли ткань меньше чем за секунду прикосновения моментальное распознавание вслепую ум на кончиках пальцев музыкальная пластинка неровная на ощупь она вся в крохотных выемках и бороздках когда по ним проезжает иголка звучит музыка такие неповторимые бороздки есть и на наших пальцев а вы задумывались для чего они нужны думаете отпечатки пальцев придуманы природой специально для криминалистов чтобы было легче найти преступников конечно нет не только наша кожа но и язык имеют уникальные отпечатки поверхности почему же именно на кончиках пальцев такие бороздки дело в том что пальцем ладоням и стопам нужно хорошее сцепление с поверхностью поэтому она такая жесткая и ребристая внутри нашей кожи пульт от кондиционера эта система климат-контроля распознает температуру и давление влажность на улице например наши глаза не умеют чувствовать холод а кожа может эта информация спасает нас и заставляет одеваться по погоде именно через кожу отдается тепло или наоборот кровь отливает от кожи чтобы согреть внутренние органы кожа страдает и мерзнет зато мы выживаем ну что насчет слуха новейшие исследования показали что человек может слышать с помощью кожи вернее с ее помощью он слышит гораздо лучше и четче распознает звуки кожа может нюхать и слышать исследования ученых показали что чем плотнее на нас одежда тем хуже мы воспринимаем информацию в легкой майке или сарафане и запахи и звуки ярче все благодаря коже в нашем языке много пословиц которые показывают насколько кожа важна для нас бывают дни когда человек чувствует себя в чужой шкуре а когда он старается то вылезает из кожи в работе нужна толстая кожа а кто остро воспринимает критику того зовут тонкокожим кожей мы чувствуем теплый ветер и колки град скользкого червяка и теплую пушистую кошку именно кожей мы понимаем кого любим и что нам нравится так формируются наши предпочтения любимое время года погода симпатии кожа помогает нам потрогать внешний мир и мы оцениваем нравится он нам или нет фламинго способны пить почти кипяток не обжигая горло дело в том что в природе они пьют очень горячую воду в местах их обитания зачастую единственный источник питьевой воды это горячий гейзер бьющий из-под земли кошка слышит звуки в три раза сильнее чем человек а запахи в 14 раз сильнее чем люди помните об этом когда слушайте громкую музыку или распыляете духи берегите кошечек интересный факт про собак если запах сигнализирует об опасности то собаки принюхиваются правой ноздрёй а левая предназначена для приятных запахов вроде еды когда собаки стали домашними у них появились новые мышцы которые позволяют им поднимать брови такое изменение сделало мордочки собак более похожими на человеческие ученые думают что это произошло из-за того что люди предпочитают дружелюбных и общительных собак по статистике владельцы собак в среднем живут на два года больше чем остальные люди почему так происходит собаки требуют каждый день гулять и играть что заставляет их владельцев больше двигаться а еще собаки помогают людям чувствовать себя более любимыми и менее одинокими на мадагаскаре 90 процентов видов живых существ и растений эндемики то есть встречаются только в одном месте планеты это произошло из-за изоляции острова в течение семидесяти миллионов лет что сформировала уникальный путь эволюции представьте себе кукурузу кукурузный початок он ведь желтый да так вот не везде в мире в южной америке и африке растет черная кукуруза у нее более насыщенный вкус а еще в ней больше витаминов а и c железо и магния и да из нее тоже делают попкорн знаете что в детстве поведели мир в черном-белом цвете давным-давно новорожденные могут видеть только белый черный цвет и оттенки серого и только с развития мозга и глаз могут различать сначала красные а потом и другие цвета представляете когда египтяне строили свои пирамиды по земле еще бродили мамонты они вымерли около четырех тысяч лет назад а древнеегипетское царство возникло более шести тысяч лет назад во времена динозавров сутки составляли 23 часа но со временем скорость вращения нашей планеты увеличилась и в сутках на час больше и мы можем успевать больше слова космонавт произошло от греческих слов которые означают вселенная и моряк а вот астронавт от слов звезда и моряк получается что слово астра означает звезда помните такие цветы на 1 сентября они правда похожи на звезды а вы знали что маленькие динозавры были умнее больших крупные легко находили еду но мелким приходилось быть хитрее они терпеливо подстерегали свою добычу ловушки все эти особенности результат эволюции где более слабое тело имела более развитый мозг как динозавры не замерзли в антарктиде ведь там постоянно находят их кости при раскопках неужели динозавры были покрыты шерстью вовсе нет давным-давно там было тепло потому что антарктида была частью большой земли пангеи климат был совсем другим и динозавры жили в уютных условиях почему динозавры ходили на цепочках у них как и у других людей и других животных есть пятки в колени и пальцы однако у динозавров колени гнулись назад и поэтому они всегда ходили на цепочках как отдыхали динозавры большие травоядные вероятно спали стоя чтобы не давить на свои органы но тираннозавру повезло его крепкие кости были естественной броней защищая внутренности и он мог спать лежа без опасений морской конек может двигать глазами в разные стороны он делает это чтобы найти еду и успеть заметить хищников люди называют облака воздушными и легкими но это совсем не так по-настоящему облака среднего размеров могут весить до десяти тонн облака не только тяжелый но и очень большие их капельки и кристаллики разбросаны по воздушному пространству на многие километры пилот самолета очень сложная ответственная профессия мы представляем что весь полет они находятся в напряжении на самом деле большую часть времени они играют в телефонах или читают а управляет автопилот мы желаем вам отличного настроения и такой же учебы а еще мы желаем только хорошей погоды и хороших новостей пока пока увидимся через неделю а